Кашинка 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 Верности Кашинка Иганяла Кашинка в двор А не дали чекай Ой ты Кашинка Ой ты Кашинка Что за гости, что так рано, ранюшенько, волки выгоняешь. А как они дали, я уже не помню. С мэром так спевали эти песенки. Я называю Мелания Стародуб. А родовите моё название, то есть Каниука. Я походу из Украины, воеводства львовского, а город Сокаль, из околицы Сокаль. А конкретно вязка, когда-то была другая, а теперь как русская власть была, то поменялись это. Была Остобуш, а теперь Остривок, Остривок. Как вы из этих двух жителей, вы должны быть? Так, от какого-то времени я помню, от когда, ну то у нас было люди, было двух родствен жидовских, веще. было 5 родин польских а решта была украинцы были такая виска была костиола не было только церковь было и те польские люди тоже ходили до церкви бо были костиол аж такая была может каких-то 5 может 6 км от нашей виски была виска немецкая сами немцы мешкали там была очень хорошая земля как здорово виска была на środке был костюм а тут была улица тут улица и тут улица и тут улица все стороны были эти улицы что там можно было приехать через эту виску и доехать до этой виски но там был костиол католический бо это были те немцы немцы не евангелийцы только католицы были то костиол был католический то так из этих висок где там где там были олеглость каких-то там километров то на великое свято то те люди ходили до этого костиола но там даже по-polску не умели так бо то все виски люди разговаривали но обходили свои свято обходили и как у них были свято то так наши люди такие большие свято тоже святовали ах кто там старше может те важнее и святовали и святовали и святовали и святовали и святовали пулицы наши святы а мы святовали полюсские святы военщины важнейшие багажны Божье народное, еще какие-то дополнительные святы. Так было. И жили згодные. Те святы, Божье народное, обходили те свои, а те свои. И приглашали. Приглашали сосед, соседа, родину. Родина. Была и родина. Поляк женился с Украинкой. Украинка вышла за Поляка, снова за муж. Родина была. Там не было разницы. Было. Так было, что дети. Потом дети родили. Как была жена Полка, то хотели у польского. Девчины. А хлопец, муж Украинец, то уже сын уродил, то уже украинского. И так были на то згодны. Ник не спречивал себя. А ни что. Не знаю, как это было. Какоесь так было. На святы, то разом швятовали. Как я говорила, что швятовали те святы и те святы. Это было на Божье народное. И они ходили в доме. И ходили под окна. И такой был вертеп. Называлось, что был и кроли, и диабел, и смерть, и все. Это было вместе. Как там было каких-то четыре, пять родин, то они даже разом ходили. И разом колендовали. Но в польские святы не колендовали под окнами. То нет. А в наши святы, то уже три дня этого святы, то... И в Польске ходили с девчиной. Как там девчина могла себя отрожить, как она была... Колешанка, зараз по соседству, украинская девчина. И убирали себя так само, и... 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 Ну, по-польскому не разомывали в виске, ну, потому что не было модно. В школе мы учили, я это научила. И говорили, и писать, и... И... И читать. Я это так по-польскому могу, как и по-украинскому. То на великанок, то у нас так... Как рано была резюлекция такая... В пресхозе солнца, То все шли. Полицы шли, и... Украинцы шли. То... Как начали рано дзвоны дзвонить, то целый день без прерыв дзвонили дзвоны. Один пускает звон, другой подходит, а девчонки, такие гаилки называли, они так как-то бавили, руки себе давали и спевали такие разные песенки. И то так, например, виска такая была, скопчона виска, дорога была через виски такая, была чистая дорога, но была как лето, то была добра дорога. Как уезжали, то так как асфальт было на этой глине, то так через виски, то дошли до одного дома, то уже там затривали, и до хаты шли, уже на столе, все это едение было. Как через целый год было, так было. Но на Великанок, то musела быть упечена паска такая, такая дружжевая, циасто, такой великой бухенок, то называется паска. То там, такой паски, то выстарчало на три дни едной есть. Такая была дружжевая, чтобы паска посадили, так как она такая дружжевая была и такая высока. Ну то три дни едли и так запрашивали один из других. Шли, то была паска и должна быть сынка печена. Сынка, то на целый год забил свиньака, или не забил, но на Великанок чтобы паска была паска, чтобы сынка была. То свиньцили, так как сейчас свинька. Под церковь преносили, а уже как там кто-то хотел, такой был, что трошки богатший. То там сонсиад до него принесли и други сонсиад. То уже на дом запросили, того ксейца, чтобы пощвечить те свиньки. Ну и яек, яек и писанок. Писанок, то уже такая мода была, что так писали розмаите. Не так, как сейчас такое купно, наклеиваясь на то писанки. Писанки в трех колорах. По яку было и желтое, и зеленое, и червое. А яку мяло свой колор. А потом в черном каком-то была такая специальная фарба, а теперь этого не было. Треба было в одну фарбу ручить, немного пописать. Потом ручить, потом знову пописать, другую фарбу ручить. И по другой знову пописать. И там на этой писанке выходило три колоры. Квятки, или какие-то там и другие, что-то такое. И так это было очень... И так с этим писанками делили. Ай, ну еще лет на это. И так с ним заменяли. И присоедали там гостины, без писанок, и даже не было гостины. Ну писанки. Ну и яек. Хржан. кршан, кршану не покупали, кршан преважно рос на огроде и так яйка с кршаном и сынка и кельбаса своей работы, это было великоносное едение, ну а еще там на шнадане, как и барс, сами сами готовили, а так, каждый день чистовали сынка, пасха, кельбаса и яйка, о, то иного едения, то через три дня было такое едение святение воды, то было очень урочистое, у нас, как на других висках было, а в моей виске церковь была бы побудована, что даже как подмывала вода, река пленела а как река, памята пани? Солокия так, потому что граница была на этой русско-немецкая, а потом уже изменили ту границу, как русско-полска была, то там был кавалек, кавалек шла река, но далее не, она до Богу впадала, та река, где-то там выплывала в гурах, далеко, а до Богу впадала та река, Солокия. Ну то, как там была при церкви та река, а зимово пора, я не знаю, такой грубый люд был, то уже памятам, может, такой грубый люд был. То хлопцы шли и вырубывали такую преремблю, такую, на крыш, так, так ромбали, такой, о, крыш, и ту, и ту, и то выбирали то, что отверстили, те, те люди, а там крыш так зимово, вычищали, а вода там там, соби под водом училила, то ни одного там, как ссигали по ту воду, ни один выкомпался с кожухем в этой воде. Ну то, как уже Служба Божья, то потом шли на эту реку, так вся процессия шла с целой урочистостью на эту прерембль. Бо такая прерембля была зимовая пора, была та река широка, бо як в есени десча падала, то та река так си розширила, потем так тиле той воды, такого лоду было. Такие ломки там были, все было заливано потом, как на зиме. Такие шлизгавки были файны. Ну то як ту прерембль вырабали, то там устроили ту прерембль, швирки, там różne те квиатки, и вся процессия там шла, ну и там на божество си отправляло, то по воде то шли, че смели, що мало ко жідзи не бігли по воде, бо, але не шли жідзи, не. Но поляцы тоже были. Поляцы шли, а то безварунково там, чтобы посвящено воде, не шли, 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 все шли на те, на те процессии, на те, на божество, такие, на жердањске те свято, ну. Ну и то было такое, то священие воды, очень урочисто. А на Вилканок тоже были такие, другие урзэнди, как у Плазченица. То пиотый, очень урочисто свят, то есть, что выносить этой плазченицы, такое плутно, что то Пан Езус есть, не мало такого, не мало гробу, только плутно. И это плутно кладете так низко, на таком столе, такой слухелый стул, ну и так, такие дуже плутно, уже потом, как, по этой плазченице, то выносить плутно на олтарь и там на этом, аж до небо стомпения там себе отправить, при этом плутне. Та служба Божия, такие наборженства, такая мша, по нашему, называется служба Божия. Так. Так. Ну и то так, шли, Поляцы шли, тоже, до этой плазченицы, то плазченица называют. То шли, то было урочистое свято, в Велкий Пионтек, то было так, как Великанус, такое свято, было ниц, никто не работал, ни в доме, ни в поле. Ну, в суботе, то уже шликовалось, а в неделе, то резурекция, то, преважно так было, при сходе, пред сходом слонка. Как то было, что то завсё слонко светило, завсё какось так было, что слонко светило. Ну и те дзвоны, как начали дзвонить, то так дзвонили, целый день, дзвонили без прервы дзвоны. Так было. Пан Гунас так было в школе. Первая класса была по-украинску. Это элементы, так как бы это назвалось, то было по-украинску. В второй классе уже был элементар по-польску и уже предметы были. Был язык украинский, язык польский, уже была география по-украинску, история по-польску. Рисунок был по-украинску, в языке украинском. А... 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 что-то... что-то там еще... что-то... 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 что-то физическое. Уже было по-польску. И так один предмет был по-польску, а один по-украинску. Дзвоны заработали, заслужили, и нужно было... В школе даже. Там немного карали. Мел на учителе такую линейку, как мы сейчас мы там домиарки, то он там был линейку, то как ученец там заслужил, не так не заховывал, а давай лапы, то там... натурил на руки, а как еще лучше заслужил, то на тюлек, то... Мусил класть на кресло, головы там, а двух хлопцов, двух этих, потому что девочки не служили, только хлопцы, натурили ему, потому что когда он споделал, что за что-то заработал, то брал себе там... что-то напыкал, то там... двух хлопцов натурили ему, один с другой стороны, другой с другой стороны, натурили ему те портки, чтобы хорошо там... приставало, чтобы почувал хорошо, что-то получил. Так в школе было. Их, что-то не было. Их, Жизнь, они в соседней виске, имели свою такую божницу, как называли... Божницу такую... То они их убирали, и такие... навязывали на головы, на руки такие разные... И там шли до этой божницы... Ну, никто им не мешал, никто им не мешал. Жизнь не был глуп. Жизнь... Жизнь... Свои традиции... в субботе... он уже... под субботой... уже... в пятницу в вечер... то они уже... они ничего не ткнули. То хлопцы там... шли им, бо распалял огонь... и даже огня не распаляли, потому что не было им... свободно. Военко, 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 служишь ты за пани, что за тобой идут, что за тобой идут, что за тобой идут, хлопцы малювани, хлопцы малювани, сами выбирани, военко, 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 служишь ты за пани. Субтитры создавал DimaTorzok